Сильного задымления нет, так что будем надеяться, что пожара там нет, но связи с этими людьми у нас нет, система связи под землей не работает. Значит, дополнительных каких-то сил и средств нам для проведения поисково-спасательных операций не требуется. Мы справляемся полностью своими силами, у нас еще есть запасные отделения, которые находятся в резерве, но даже сегодня, даже на сейчас 19 отделений, которые находятся сейчас в шахте, на данный момент пока считаем достаточно. Значит, глубина, самый дальний, к которому мы идем на штрек, глубина 400 метров. Вроде как произошел взрыв, потому что волна с ног сбивала. Ну а что там на самом деле и как? То есть многие отравились угарным газом, кто совсем тяжело, кто полегче, кто, ну, получается, кто вот это вдохнул этим делом, получил отравление угарным газом. А что там дальше, это сейчас неизвестно, потому что это я сослов первой смены, и кто в ночь был. Ну, первая смена, вот у меня брат младший был в первой смене, на пять минут бы раньше приехал на первом автобусе, все бы тоже, я бы где-то там, наверное, узнал, убегал, где он, живой, не живой. Я знаю, что вот я всех обзвоню, вроде бы, более-менее, все с тяжелым, не знаю, я не знаком с ним. Прямо рядом, кто вот только-только успел спуститься, несколько человек успели достать до того, как они задохнулись. Сколько-то МЧСовцев сейчас спустились туда, в шахту, и обследуют ее, все, это единственная новость, ждите, вот и все. На шахте взрыв, у меня ребенок в шахте не пришел. Я звоню на шахту, мне тогда только говорят, что в шахте оказывается. Сейчас уже прошел вообще никакой информации, они бы хоть почаще бы, что там людей нету, чтобы послать, хоть кого-то успокоить. Это директор сейчас, это сейчас вот в автобусе был директор, сказал, через час еще обдавятся списки. А 15-го они не стушевались и сами своими силами тушили в шахте пожар. Прошло вот буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все об этом знали, что там, о нем говорят, Роспотребнадзор все проверял. И что там они проверяли? Этот метан, он давно там зашкаливал. Мой муж, извините, он ходил, у него до груди вот здесь был датчик. Он говорит, он пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал. И даже работали. Вот в каких условиях шахтеры работали. Расскажите, пожалуйста, как поступить? Мой муж, что ялкин, Борис Митрич, у него 30 лет даже, он умер в этой шахте. 30 лет. Просто бабахнуло, пошла пыль. И прям ветер подул. В конце смены уже, где-то под утро. Часов, может, в 8, в 9. Ну, сказали, на 4-м участке. Это километров 5 разница. У них 33-й горизонт, у нас 30-й. Там тоже лава вторая. Ну, а что там, метан или угольная пыль, что там может быть? Угарным газом. Дует там, как хаш холодно. С вентиляцией нормально. Просто шел, сознание потерял, и все. Нашли меня. На смене, что-то, человек 15, что ли, было. До 9 работаем, а где-то в 9-м часу это все было. Был еще человек со мной. Он пошел вверх. Ну, а я в сторону дома. По ленте. Все, не знаю, может, метров 500 прошел. Все, не помню. Проснулся спасатель рядом. Открытый. Ну, хотел включаться, видать. Все, я потихоньку поковылял в сторону дома. Смотрю, фонарик идет. А у меня, это... Я шагу в 5, и все, ноги не идут. Вот меня этот пацан взял под мышку и повел. Ну, мне как сказали, что они все на горах остались. В администрации Беловского городского округа Кеверской области подтвердили. В результате взрыва на шахте Листвяжная погибло 52 человека. В том числе 6 спасателей. Выживших нет. По приводительным данным, взрыв произошел на глубине 250 метров. Вспыхнула угольная пыль, что привело к задымлению. На поверхность вывели 263 человека. 40 из них отравились продуктами горения. Сейчас им оказывается медицинская помощь, все находятся в больницах. Из-за того, что вентиляция в шахтах отключена, поисковые работы приостановлены. Потому что уровень метана повысился, и искать людей невозможно. Подземный взрыв был такой силой, что на поверхности конструкции буквально раскурочило. Как и сам вход в шахту. Как сообщает следственный комитет, сейчас задержан директор шахты, его заместитель, а также начальник участка, где произошел взрыв в рамках уголовного дела о гибели рабочих. Пока это вся информация... Где вот прошел сам этот эпицентр, превышал концентрацию метана чуть ли не в 5-6 раз выше нормы. К этому все ушло. То, что рамы гибели все-таки произошло, потому что у нас, скажем так, руководство очень грубо закрывало глаза на ситуацию в шахте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!